Всем привет, дорогие друзья, всем здравствуйте, с вами Кисель, и сегодня у нас на очереди гайдик касательно майнинга, шахтерства, добычи из полезных ископаемых, называйте как хотите, в общем, в этом гайдике мы рассмотрим раснащение корабля, который использую именно я, корабли, которые я рекомендую, модули, которые для этого нужны, и пример, как это дело все делается, так что давайте-ка начнем. Давайте-ка теперь пробежимся по модулям, которые вам понадобятся для добычи, ну, короче, для майнинга, короче, ребят, так, по гнездам, по скорой остановке для сейсмических зарядов, дабы взрывать астероиды, абразивный бластер, чтобы сбивать, ну, минерал или что вы там будете, после того, как взорвете уже сам астероид, точнее, его ядро, ну, вы поняли, а проходочный лазер, просто так, чтобы подбывать что-либо еще. Так, по внешнему оборудованию, на ваш вкус, но нужен обязательно анализатор импульсных волн, чтобы понимать, какие астероиды имеют ядро. Также, ну, это, это я поставил просто, чтобы было, благо корабль позволяет себя это пихнуть. Так, легкие сплавы, можно и тяжелые, тут не особо не важно. Так, силовая остановка по вкусу, по фиту, семье, кстати, даже много для этого корабля, маневровые поменьше, чтобы прыгать подальше. Рамочный смесительный, чтобы подальше прыгать, собственно, потому что будете гонять между системами, дабы найти то, что вам нужно, и потом найти, где это лучше и дороже продать. Система жизнеобеспечения D, распределитель питания можно хоть 3D, вы не будете особо долго использовать модуль и форсаж и так далее, просто ставьте поменьше, который возможен. Сенсоры 6D, топливный бак такой же. Так, а теперь доп. оборудование, которое уже профильное идет. Грузовые стеллажи, чем больше, тем лучше, чем больше вы можете на себе ввести, тем больше вы, собственно, и вывезете. Контроллер дона-геолога-разведчика. Так, это нужно обязательно. Когда вы подлетаете к астероиду, который вы ищете, который имеет ядро, вы просто наводите на него и запускаете контроллер этого дрона. И он показывает содержание этого астероида. И контроллер дроносборщика, собственно, для сбора того, что вы собьете абразивным лазером. Так, топливозаборник по вкусу. Устройство переработки нужно обязательно, чтобы из-за частей, которые вы собьете абразивным бластером, или как он там сейчас скажу, да, бластером, дабы, чтобы все это собиралось в куски размером с одну тонну, и вы это переносили в грузовой стеллаж. Так, генератор щита надо бы поставить, потому что если вы будете на расстоянии ближе, чем 2 километра от астероида, который вы взрываете, у вас ударная волна шарахнет. Так, ну подробный сканер поверхностей тоже нужен вам будет, чтобы на кольцах газовых гигантов смотреть, где что находится. Так, ну стыковочный компьютер по вкусу, ну это тоже по вкусу. Ну вот как-то так. Касательно подходящих кораблей, господа, вам нужно, чтобы ваш корабль могло влезть в перечисленное оборудование, грузовой стеллаж, контроллер дроно-геолога-разведки, контроллер дроно-сборщика, устройство переработки и подробный сканер поверхности. Это минимальный список, то есть раз, два, три, четыре, пять, то есть минимум 5 слотов под доп. оборудование, это минимум. По гнездам нужно только лишь два, пусковая установка для сейсмических зарядов и абразивный бластер. Это вот, ну чисто по желанию, нужно, не нужно вам. Так, и по внешнему оборудованию должен быть лишь один слот, то есть запомнить, два гнезда под оружие вам нужно, один слот под внешнее оборудование и пять слотов под дополнительное. Возьмите это себе или запишите. Касательно кораблей, подходящих для этого. Ну, такой список я вам подобрал. Type 6 транспортер. Начальный, оптимальный. У него, как бы, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не считая вот этого, имеется необязательных внутренних. Здесь как раз-таки два гнезда и есть место под утилиту, то есть, ну, под внешнее оборудование. Дальше, Type 7. Еще лучше и еще дороже, собственно. Еще больше имеет место и больше класса, собственно. Видите? Крайт МК-2, который использую я. Универсал универсалом. Ну, или многоцелевой, как вам удобнее это называть. И вот я использую именно его. Ну, просто анаконда у меня занята совершенно под другое. Дальше. Идет питон. Тут либо Крайт МК-2, либо питон. Я бы взял просто Крайт МК-2, потому что питон уже наскучил. Но можно брать и питона. Так, дальше идет у нас большие корабли. Type 9 Heavy. Очень хорошо для этого подходит. Очень хорошие грузовые стеллажи тут можно поставить. И вот уже начинаются, собственно, чуть ли не лучшие корабли для этого. Анаконда. Очень много целевой. Этот корабль можно сделать совершенно под что угодно. Просто купить себе пять анаконд и сделать их под разные фиты. Боевой, торговый, исследовательский, майнинг и так просто поразвлекаться. На самом деле, этого вам хватит с головой. Увезете много, увезете хорошо, заработаете много и так далее. Можно спокойно поставить себе щит седьмого класса, пихнуть грузовых стеллажей, что есть в мочи, и поставить все остальное оборудование, еще пихнуть оружие и раздуть щит. Имперский катар. Ну, это уже очень дорого будет, конечно, для таких занятий. Но тоже можно. Тоже можно. Но я просто не вижу смысла уже выше анаконды идти. Просто до имперского катара еще качаться надо. Вот это все. Ну, нет, нет. Но если он у вас есть, то, конечно, используйте его. Но я думаю, если он у вас есть, то вы знаете, как этим заниматься. Так это, а это не то. Но вот как-то так по поводу кораблей. Или же вот даже вы можете просто купить себе кобру и зафидить ее под это дело. Собственно, D-компоненты все. 4А смесительный. Прыжок у нас получается пустой 24. Груженый 21, блин. Груза у нас на 36 тонн. Щит и генератор 4Д на 100 МГж. На секундочку. Ну, собственно, все остальные оборудования, о которых я говорил на примере Крайта МК-2. Также, если вы хотите, вы можете просто убрать этот грузовой стеллаж, поставить его сюда. И у вас будет уже не 36, а 48 тонн. Но вы будете без щита, потому что на Кобру почему-то 2Д щиты... А, нет, можно. Нет, только щиты на копитель. К сожалению. Ну, можно корабли и меньшего класса сделать. Так же, как вот корабль Эдлер. Я на него делал обзор сегодня. Он уже есть на канале. Там тоже есть фид, который позволяет вам добывать. Единственная проблема в том, что вам придется покупать дронов. А эти дроны занимают места в грузовых стеллажах. И как минимум, один дрон требуется для того, чтобы просканировать один астероид. И если возьмите с собой, допустим, ну вот у вас 48, возьмите 24. Сможете просканировать лишь только 24 астероида. Но при этом, при всем, вам еще нужно будет собирать груз, который будет использоваться. Дрон из... Вот это, контрольного магнитного снаряда для сбора. Дроны-то одни, и они просто попадают в этот модуль, так сказать, программируются и используются. Так что, как-то так. Самое главное. Грузовой стеллаж. Детальный сканер поверхностей. Устройство переработки. Контроль магнитного снаряда. Контроль магнитного снаряда для геолога-разведки. Сейсмическая пусковая. Абразивный бластер. И... Пульс-вейф-анализер. Вот все, что вам нужно. Если там влезают какие-либо другие корабли, то используйте. Можем, конечно, попробовать что-нибудь поменьше наподобие. Хотя нет, меньше эдера там уже вроде ничего нет. Ну так что ж, давайте продолжим. Ну вот, это если, ну прям, очень уж сильно захотеть, ребят, можно и на сайдвиндере такую тему прокрутить. Только у вас, как бы, груза будет лишь только 8 тонн. Возьмете даже, не знаю, 6 с собой дронов и вам хватит только на 1, 2, 3 астероида и все, и вы поедете домой. Так что, ну да, сюда все влезает. Контроль магнитного, контроль геолога-разведки, сканер поверхности, устройство переработки, рудийные слоты, все влезает. И по деньгам 520 тысяч пипец. Ну так что ж, давайте сейчас займемся тем, как это происходит. Покажу вам пример на крае 7МК2. Так, ну что ж, мы собрали корабль, вы собрали корабль, ваш корабль готов, но я кое-что забыл, у меня почему-то здесь стоял анализатор импульсных волн не класса А, а этого класса Е, чуть ли не самый плохой, который работает на очень небольшое расстояние. Берите класса А, он работает на 24 километра, это я упустил, конечно же. И перед вылетом, ребята, обязательно, друзья, обязательно, заходите в расширенное обслуживание, заходите в припасы, и вот контроллер дрона. Берите, чуть ли не полный стак, потому что, ну, вы их действительно будете довольно-таки много тратить, если будете заниматься ядрами. Так вот, сейчас мы полетим в систему с газовыми гигантами, которые имеют каменные кольца и ледяные. Я покажу вам, как использовать добычу с помощью ядер астероидов, как сбивать минералы с наружной части астероидов, и как использовать где он, вот, проходочный лазер. Так что, увидимся уже там. И да, пока я не забыл, я изменил фит корабля. Собственно, возъясняющая ракета для добычи глубинных залежей, проходочный лазер две штуки поставил и переместил пусковую установку для синтетических зарядов и абразивный бластер в судах. Плюс, внешнее оборудование я поставил А-класс, но это об этом я уже говорил, основное оборудование поставил 6D силовой и 6D питания, чтобы все можно было сразу использовать. Так, и в основном дополнительном оборудовании я поменял на 5D, они меньше весят, и в устройстве переработки поставил 4А и топливозаборник 3D. Итого мы прыгаем двадцатку, и тут все почти впритык, если выпускать, и в принципе все работает. Вот в таком фите мы полетим сейчас. Извините, забыл сказать об этом. Так, ссылочка на этот фит будет, естественно, в описании под видео. Так, ну что ж, в этой системе, в которой я нахожусь, есть два газовых гиганта, полетим на этот. Тут как раз у него ледяные кольца, как я вижу, а опалу бездны низко-температурного маза находится как раз таки в таких кольцах. Ну что ж, увидимся уже там. Ну что ж, мы у газового гиганта, и нам нужно узнать, точнее просканировать, его кольца. Для этого мы выбираем, сейчас где он находится, то, е-мое, сканер поверхности, и запускаем один зонд. Все, сканирование пошло. Сканирование поверхности завершено. Так, теперь выходим отсюда и смотрим, что у нас тут появилось. Вот мы видим скопление. Секундочку, что это у нас? Александрит. Третий. Брандорелит какой-то. Третий. Так, а что, это все, что ли? Нет, вот еще. Так. Бромелит. Ну, нам бы, конечно, опало бездного. Так, но здесь его нет, тогда вернемся к другому газовому гиганту. Я прилетел к самому последнему в системе. Летим к тому, которому хотели изначально. Там просто все это изучено. Увидимся уже там. В общем, мы прилетели на точку низко-демпературных алмазов у другого газового гиганта. Включаем импульсную волну и смотрим, что у нас здесь вообще есть. Летим. Вот я вижу ярко-светящийся. Нам нужно ярко-светящийся. Чем ярче светится, тем лучше. Даже есть какие-то вкрапления зелененького. Вроде бы. Ну все, оттормаживаемся, берем дроны геолога-разведки и запускаем. Так. Блядь, не успеем тормозить, сейчас шарахнемся, скорее всего. Ну, не критично. Так, но здесь нету ядра, тогда сейчас займемся лазерами. Так, абразивный бластер, импульсная волна, сканер-детектор, проходочный лазер. Чтобы добывать проходочным лазером, необходимо просто полететь без астероида. У него этот гидрооксид лития и вода. И начать его пилить проходочными лазерами. Вот, то есть, вот так. И из него будут выпадывать кусочки того, что нас интересует. Которые мы можем собрать. Кстати, пока не то, не то, где ты, блин, промазал. Ну ладно, в общем, эти кусочки, которые вылетели, собираем сборщиками. После чего, где он? В бункере, это который, переработка, перерабатывающая установка. Он собирает по частям, и когда будет набрано одну тонну, вы сможете это взять и перенести в нагруз на корабле. Так, а вот, блин, а что же я вне те кнопки все нажимаю? Вот, у нас есть наружи пероксид водорода, используем абразивный блахер. Вот, пожалуйста, пероксид водорода 64%, то есть не полный. Сшибаем еще типа один, и сшибаем, говорю. Не сшибем. Ну, в общем, как-то так. Нам сейчас нужно найти все-таки астероид с ядром. Давайте-ка продолжим его искать. Так, пока не забыл, что касательно глубинных залежей. Вот есть одна у нас. Нам нужна утесняющая ракета. Зажимаем и отправляем ее туда. И смотрим. Нам нужно, чтобы пунктир беленький попал в синий и одел. Ах, черт не попал. Сейчас еще раз, подождите. Но вы поняли. Чтобы белая полоска была в синим месте. Сейчас. Вот и все. Происходит взрыв и происходит выброс, который мы также собираем с помощью дронов сборщиков. И также это собирается в сборщике, то есть в бункере. И также это потом убираем в наш грузовой отсек. Так, а пока мы летим дальше искать астероид с ядром. Так, ну что ж, мы нашли астероид с ядром, но это, увы, не низкой температуры алмаза или опал бездны. Это бромелит, но все же сейчас я покажу вам, как его разобрать. Кстати, он, сейчас нужно показать, как светится этот астероид, чтобы вы могли знать. Так, а он уже все не светится, типа, да, как я его изучил? В общем, светится он ярко-желтым и довольно-таки сильно. Так, теперь мне нужен сейсмический заряд. Ищем трещины. Так, раз трещина я вижу, средняя мощность. Есть, видите, три шкалы. первая, вторая и третья. Первая, это низкий. Значит, нам нужна низкая трещина, вторая средняя, третья высокая. Собственно, вот в зале же вот средняя мощность. Подлетаем. Даже вот сюда давайте. Трещина в астероиде. ее не видно сейчас. Так, нужно поближе, чтобы было видно, куда мы пуляем. Вот, вижу трещину в астероиде, средняя мощность. Раз. Так, отлично. У нас есть две минуты, чтобы еще раз шмальнуть. Видите, желтая зона. Нам нужно, чтобы она была в синий. Так, трещина в астероиде, вон, средняя мощность. Подлетим повыше. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. И где ты сволочь? Здесь, что ли? Так, отлично. Отлетаем назад. И нам нужна еще одна средняя, либо одна высокая. Так, это какая? Высокая мощность. Ну, давай высокую. Так, и еще давайте к одной малую у нас стало 70 секунд ох зараза так вот вижу 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 малая отлично полетели к ней так смысле обалдел а вон она повыше все так превышен оптимальный диапазон выработки низкий прогноз понятно нам нужно чтобы она была в синим если она будет не в синим то это пиши пропало будет просто меньше выпад на самом деле это сложно ребят старайтесь попросили туда вас очень большой будет выход теперь отлетаем ребят нас есть 24 секунды нужно отлететь минимум на чем больше тем получше на самом деле но когда строит взрывается он взрывается ребят на два километра примерно вас будет дамажить и собственно ждем 10 секунд до взрыва ах все испортил хороший скриншот так детонация произведена смотрим видим бромелит теперь берем другое оружие теперь берем абразивный бластер и тихонечко тихонечко подлетаем туда вот мы видим торчит стреляем выбила пожалуйста бромелит один фрагмент потом идем на следующий кусман еще раз выбила и так мы вскрываем все полностью конечно блин жалко что-то бромелит жалко не опалу бездны что-либо еще но все же для примера сойдет ребята с опалами бездны это стоит очень много очень много можно вывести но еще конечно искать тоже вообще нужно найти систему поискать на форму пообщаться с другими игроками и найти оптимальное место где этим всем можно заниматься так третий кусман ну и в общем сейчас мы просто берем и запускаем дронов сборщиков где вы вот на правую кнопку сейчас у нас выглядит дрон вот он и он начнет собирать схватил и к нам в трюм идет а это к нам в трюм он не пойдет не пойдет у нас от закрыт грузовой ковш заходим грузовой ковш все еще раз запускаем он сразу взял кусман и несет его к нам отлично и вот таким образом собираем надеюсь вам поняли я думаю здесь я реально доступно объяснил так ну что ж теперь давайте мы разберемся как все это нам продать а да еще одно еще одно еще одно это у нас сейчас сейчас снаряжение вот он автоматически к нам попадает и вот он показывает как он собирается то есть 59 процентов когда будет стоп будет однотонно и он окажется здесь у нас вот теперь все теперь по поводу продажи так ну что чтобы нам не прогадать не пролететь с деньгами заходим на сайт этот био заходим в сейчас покажу куда в комодитис выбираем наша наш бромелит сейчас бромелит 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 так вот опал с милипромелит где что зараза в общем находим вот он бромелит я уже нашел так теперь мы пишем систему в которой мы находимся после чего лэндик подсайз но я накроете если вы на анаконде то пишите просто размер и либо м ну в общем поняли так и что мы хотим с этим сделать продать или купить я хочу продать находим станцию самое близкое что у нас есть 12 4 световых лет за 8 449 теперь ищем подороже нажимаем вас показывает самую дешевую и нажимаем еще раз самую дорогую вот пожалуйста 27 световых лет 7 4 секунд от звезды до станции вот система куда нужно лететь и вот куда нужно лететь на станцию ссылочка на сайт будет в описании под видео ну что ж друзья надеюсь этот мой небольшой гайдик помог вам разобраться в системе майнинга шахтерства добычи полезных ископаемых называйте как хотите в элл элитке на самом деле ничего сложного модули все простые все запоминается довольно быстро никаких сложных схем единственная проблема нужно выбрать себе систему либо сообщаться с ребятами которые вам посоветуют где дофига газовых гигантов и можно добывать все в большом количестве тут на самом деле либо как повезет либо вы просто знаете где копать как то так это конечно не последний заработок по кредитам час но все же это долго это нудно но если знаете как делать быстро заработаете а у меня на этом все ребята всем спасибо что смотрели ставьте лайки конечно же и подписывайтесь с вами был кисель а у меня на этом на сегодня все всем пока пока и до встречи